День независимости С праздником соотечественников поздравил президент Александр Лукашенко Сегодня с полным правом можно утверждать Беларусь 21 века, стабильное государство, твердо следующее по пути самостоятельного развития В нашей стране царят мир и порядок Белорусский народ един, а объединяет его главное Забота об укреплении отчизны и добросовестный труд ради достижения этой цели Глава государства пожелал соотечественникам здоровья, счастья и благополучия С Днем независимости в адрес белорусского народа и президента страны Уже несколько дней поступают поздравления от глав зарубежных государств Александра Лукашенко поздравили многие лидеры стран СНГ, Европейского союза и других государств В их числе Папа Римский Франциск, Королева Великобритании и Северной Ирландии Император Японии, Король Швеции, президенты России, Туркменистана, ЮАР, Вьетнама, Германии, Болгарии А также политические деятели Кубы, Канады, Австралийского союза Сегодня по всей стране пройдут праздничные мероприятия Традиционно основные торжества примет белорусская столица В 10.00 у стелы Минск-город-герой начнется военный парад войск Минского гарнизона Сразу после массовый номер «Красуй Беларусь», в котором примут участие более 2000 человек Народные гуляния развернутся у Дворца спорта, в главных парках, удивлять также будут и в Верхнем городе Каким будет этот день независимости в столице, расскажет Ольга Коршун По традиции праздник начнется у стелы Минск-город-герой Где сотни зрителей соберутся, чтобы увидеть военный парад Сегодня техники будет вдвое больше, чем в прошлом году Это и новинки отечественного военпрома, и техника времен Великой Отечественной Всего задействовано несколько сотен единиц техники Кстати, после парада танки и бронемашины никуда не уедут, они будут в свободном доступе Военный парад будут транслировать все национальные телеканалы страны Сегодня в Минске мероприятие в режиме нон-стоп В Верхнем городе пройдут масштабные исторические реконструкции А около Дворца спорта соберутся спортсмены из Беларуси, Украины, Литвы и России Которые примут участие в соревнованиях по силовому экстриму Атлеты будут отрабатывать жим бревна весом 130 килограммов И поднятие гантелей весом до 100 килограммов Площадки будут разные работать, поэтому есть что интересно и послушать Сходим с друзьями на парад, а потом походим по городу, будем отдыхать в городе В этом году организаторы постарались угодить вкусом всех гостей У Дворца спорта пройдет ярмарка, шашлыки, драники, колбаски Одним словом, идти нужно на аромат Площадь ярмарочных рядов составит порядка 13 тысяч квадратных метров Порядка 500 человек торгового персонала участвуют, задействованы в данном мероприятии Ну и безусловно, кафе, рестораны, столицы, торговые объекты представят свою продукцию здесь Завершится гуляние большим праздничным салютом Первые залпы прогремят в небе над Минском в 23.00 Установки для фейерверка разместятся в шести точках города То есть салют будет виден отовсюду В честь Дня независимости прогремит 30 праздничных залпов Всего в городе запланировано более 40 мероприятий Они пройдут не только в центре, но и в каждом районе столицы Это и концерты, и спортивные соревнования, и детский отдых Одним словом, сегодня каждый сможет найти развлечение по душе Ольга Коршин, Владимир Слиш, телекомпания СТВ Торжества охватят все, без исключения регионы нашей страны Ярмарки, концерты, спортивные соревнования и исторические реконструкции Каждый город подготовил свои сюрпризы Наши корреспонденты узнали, где и как можно провести праздничный день День независимости в Бресте будут отмечать на земле и в воздухе Город получит настоящий подарок В парке откроется колесо обозрения высотой в 40 метров Вместе с ним откроется и панорама праздника Богатство народного искусства резчиков по дереву Гончаров, кузнецов, ткачих На ярмарке ремесел город мастеров Здесь же выберут и лучший сувенир А для гурманов приготовят региональные шедевры Огурец молодец, лунинецкие клубницы и мотольские прессмаки Финальным аккордом станут мелодии военных духовых оркестров И конечно жители Бреста тоже станут свидетелями праздничного салюта в 30 залпов А в Гродно праздник получит статус самой спортивной Площадь Ленина превратится в одну большую спортивную площадку Каждый сможет взять в руки ракетку или пройти дистанцию спортивной ходьбой И это не все, чемпионы Беларуси по хоккею Игроки клуба Неман будут фотографироваться со своими фанатами Никому не откажут в автографе Болеем за наших, ведь через 4 года наша страна вновь примет чемпионат мира по хоккею Мечты действительно сбываются Самые маленькие белорусы в парке Жилибера будут заплетать косички крохотным пони А на советской в небо запустят воздушные шары с сокровенными желаниями В Гомеле святая вышиванка займет всю центральную часть города Улицы украсят сотни древних белорусских узоров, сотканных, вышитых и даже выложенных из камня В Гомеле сегодня презентуют, пожалуй, самую большую вышиванку в стране После реконструкции набережная реки Сож получила украшение в виде национального орнамента А это не много, не мало, тысяча метров Гости, жители города над Сожем сегодня смогут перенестись на 70 лет назад И увидеть реконструкцию событий Великой Отечественной А после победы отведать самую настоящую солдатскую кашу с горячим чаем В Могилеве День независимости отметят по-белорусски весело и с хорошим аппетитом Вот здесь, на пешеходной улице в центре города состоится большой праздник национальной кухни В меню не только драники и мочанка с блинами, а всего более 100 блюд Утка в кисло-сладком соусе и яблочными чипсами, форели с запеченными овощами, различное соленье, пальчики оближешь В эти минуты повара завершают приготовление кулинарных шедевров А еще в Могилеве выберут лучшую песню о городе Жюри рассмотрело десятки заявок от композиторов и поэтов, профессионалов и любителей, и победителей Исполнят свои произведения на главной сцене праздника В День независимости Белоруссии Витебск присоединится к глобальному проекту международной эстафете «Бег мира» Факел мира уже пронесли по всей Европе и сегодня его увидят гости и жители Витебска во время праздничного шествия В свое время акцию поддержали известные люди планеты Далай-Лама, мать Тереза, Михаил Горбачев, королева Елизавета, принцесса Диана, Пол Маккартни и многие другие В 1996 году факел мира был доставлен в космос на орбитальную станцию Мир Спустя 10 лет огонь подняли на вершину Эльбруса А уже в 2008 флаг эстафеты был на Северном полюсе 7 июля его доставят в Минск Праздничные мероприятия в Минской области начнутся с возложения цветов на Кургане Славы В мемориальных комплексах Хатынь и Дальва, а также на линии Сталина Митинги и шествия пройдут во всех районах В Дзержинске на главную площадь выйдут лучшие представители трудовых коллективов и, конечно же, ветераны Жодина приглашает на парад Белазов В Воложине ждут всех на фаер-шоу А в Кополе, помимо зрелищ, будет еще и хлеб в прямом смысле Здесь презентуют блюда национальной кухни В Крупках свое мастерство покажут воспитанники военно-патриотического клуба «Рубеж» Ну и абсолютно везде пройдут народные гуляния, ярмарки, конкурсы, концерты А завершится праздник традиционной акции Споем гимн вместе и красочным салютом Ярким аккордом дня станет концерт «Беларусь, молодая моя» На нем выступят не только ведущие белорусские артисты Но и победители творческих конкурсов и учащиеся вузов Это будет своего рода презентация талантливой творческой молодежи Уже в завершении программы тысячи белорусов исполнят вместе гимн нашей страны Праздник должен закончиться весело, на подъеме И будет большой галоконцерт, где будут все мастера нашей эстрады выступать А так как концерт посвящен молодежи, будут очень неожиданные дуэты Где будет прослеживаться преемственность поколения Продолжит акцию салют Первый зал под столицей ожидается в 23.00 Уже после на площадке у Стелы Минск «Город-герой» выступят популярные исполнители В том числе и финалисты Евровидения группа «Нави-бэнд» В День независимости в связи с проведением военного парада В Минске будут временно перекрываться некоторые улицы Так, с пяти утра для автомобилистов уже будет закрыта улица Стариновская Откуда начинается маршрут следования механизированной колонны К проспекту Машерово она начнет движение ровно в 6 утра По мере прохождения техники движение будет возобновляться Кроме того, с 6.00 до окончания утренних мероприятий У Стелы Минск и «Город-герой» ограничат движение по Машерово От проспекта Независимости до улицы Тимирязева И по проспекту Победителей от улицы Мельникайты до Гвардейской После окончания парада в честь Дня независимости в связи с возвращением техники к местам дислокации Ограничат движение по маршруту следования колонны Она пройдет по Машерово, Тимирязево, Саперов, Победителей, Орловской, Сурганово, Независимости, улицам Стариновской и Основателей Госавтоинспекция рекомендует водителям и пассажирам общественного транспорта Учитывать данную информацию и планировать свой маршрут заранее Это все новости к этому часу В течение всего праздничного дня наши корреспонденты будут работать в местах основных мероприятий В режиме прямых включений мы будем сообщать о самых ярких событиях Следующий выпуск в 9.30 С праздником! Оставайтесь на канале СТВ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok